МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Правозащитник, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. У меня сегодня в гостях. И этому обстоятельству, Саша, я чрезвычайно рад. Здравствуйте! Здравствуйте! Как-то очень серьезно начинаем. Ну, мы ведь серьезные. Александр Черкасов определяет свое место в правозащитном движении как место солдата в строю, рядового участника борьбы за права человека. С формальной точки зрения это не так. Черкасов вовсе не рядовой. Он один из руководителей правозащитного движения, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Но и никакой позы или ложной скромности в этом самоназывании нашего героя я не вижу. Он действительно гораздо больше похож на бойца на поле битвы, нежели на официальное лицо и завсегдатая президиумов. По сути дела, вся биография Александра Черкасова связана с «Мемориалом». Он пришел туда в год основания организации, 1989, 23 лет от роду, был свидетелем и участником превращения «Мемориала» в одну из самых авторитетных, уважаемых в мире правозащитных организаций и историко-просветительских сообществ. Как известно, «Мемориал» един в нескольких лицах. Он занимается и защитой прав живых, и восстановлением исторической справедливости, правды о сталинском терроре и его жертвах. Десятки командировок в горячие точки, прежде всего в самую горячую, Чечню, за спиной Черкасова, восстановление сотен и тысяч имен безвестно погибших и пропавших во время чеченских войн мирных местных жителей и российских солдат. Этим прежде всего занимались Черкасов и его товарищи в ходе этих командировок. Защита прав тех, кого сегодня преследуют власти в Чечне и других республиках Северного Кавказа, этим Александр Черкасов и его товарищи занимаются сейчас. Российская власть, в начале его деятельности благоволившая к «Мемориалу», во всяком случае не чинившая непреодолимых препятствий его работе, сегодня явно хочет его удушить, сперва навесив на него ярлык иностранного агента, а теперь вот обложив миллионными штрафами. Но глядя, в частности, на могучую фигуру Александра Черкасова, как-то не верится, что этого современного портоса можно сбить с того пути, который он избрал 30 с лишним лет тому назад. — Знаете, я с чего хочу начать. Вы ведь физик по образованию и по первой профессии. — Инженер физик. — Хорошо, тем не менее. Вот у вас есть объяснение, почему так много физиков оказалось сперва в диссидентском движении, потом уже в правозащитном. Вот люди вашего поколения, а люди старшего поколения, соответственно, это дело продолжили. Ну и Лев Пономарев, и Бахмин, и Борис Немцов. Орлов, Литвинов, Сергея Иванович Ковалев тоже близко к тому стоял. — Все представители естественных навыков. — Щеранский, между прочим. — Но Щеранский — это из той же компании, что Бахмин, это физиковская компания. — Да-да-да. Вот это что? Это какое-то совпадение. Это может быть пример Андрея Дмитриевича Сахарова. — Ну, это не пример. Сахаров здесь как бы более понятен, потому что он изложил, собственно, эволюцию. Это естественное развитие человека, который привык честно относиться к реальности, где дважды два — всегда четыре, где с законами Ньютона не поспоришь. У Сахарова мы видим переход от, собственно, инженерной работы к последствиям, экологическим последствиям этой работы. Серьезный взгляд на это. Диалог не очень успешный с советским руководством по поводу того, что надо что-то делать. В итоге, между прочим, соглашение о запрете ядерных испытаний в трех средах. Потом столь же ответственный подход к последствиям гонки вооружений. Попытка апеллировать к советскому руководству. И когда не получилось, выход, по сути дела, с теми же самыми текстами, с теми же тезисами к городу МИО. — Широкие публики, да. — Это просто ответственный подход ученого, который честно относится к предмету своей работы, а у которого, не как у нашего бывшего министра культуры, диссертация любительская и ответственно на вопрос дважды два, сколько надо. Так что это нормально. — А теперь такая вещь. Вы человек известный, просто уже ваше имя стало почти синонимом правозащитной деятельности. Не ваше одно, но тем не менее ваше тоже. Но о вас и о вашем прошлом мало что известно, такое темное прошлое. Но по Фейсбуку я вижу, что вы прошлым, вашими родителями, вашей родительской семьей очень как-то дорожите, и она очень для вас важна. Я прав? — Разумеется, мне очень важна моя семья, мои родственники, там, троюродные, может быть, потому что большая крестьянская семья. — Ну, до троюродных не будем добираться, иначе мы на этом закончим передачу. — Да, конечно. И мои предки, ну, так или иначе, все мы возвращаемся к тому, а что бы я делал на его месте или что бы он делал на моем месте, попав в те обстоятельства, в которых он находился. Там разные люди. И раскулаченные крестьяне. И те, кто пошел в Первую мировую, радикализовался и пошел в большевики, и сам участвовал в раскулачивании. Это вот вся та самая история, которая в каждом из нас смешалась, и которую очень трудно разделить. — У деда вашего, между прочим, извините, перебиваю на фотографию, я увидел три ордена Красной Звезды. Это вам не баран начихал? Три таких солдатских ордена? — Три ордена Красной Звезды. Один причем запоздал на три года из-за того, что дедушка послал на три буквы не того, кого следовало. Это тот человек, на которого я оглядываюсь, потому что я таким никогда не буду. Он совершенно другой. Но по тому, что у него был некий жизненный стержень, или кто-то другой сказал бы, шило в заднице, ну, наверное, что-то общее есть. Но я оглядываюсь и на своего отца. Отец, который из крестьянской семьи, интеллигент в первом поколении, технарь. Когда просыпался, будучи маленьким, я смотрел, прежде всего, на книжный шкаф в ногах кровати и видел четыре слова на обложке одной из книг. Кац, Рабинович, химия урана. Правда, если залезть чуть поглубже, нашел, например, ксерокопию метрополя. Вообще, СМСДАТ в доме был. Слушал радио, обсуждал с отцом все, что можно. В старших классах приносили уже и мама СМСДАТ. У нее, по совпадению, в институте работала Елена Цезаревна Чуковская. Я подозреваю, что там был хороший канал распространения. И, в общем, как-то то, что было в конце 80-х, это стало естественным продолжением. Естественным продолжением еще в каком смысле? Ну, вот, людей задерживают на улицах. Надо что-то делать в этих условиях. Сейчас есть УВД-инфо, тогда УВД-инфо не было, но вот собирать информацию, как-то пытаться шевелиться. Мемориал этим занимался. Я начал работать с мемориалом. Ну, то есть вы правозащитой занялись уже в годы перестройки? Или до этого уже какие-то? Только в годы перестройки я вообще до этого только какие-то книжечки почитывал. А вот скажите мне такую вещь, Саш. Вот правозащитник – это все-таки какой-то такой особый склад души, интеллекта, характера? Извините, я тут вспомню, пожалуй, нашего классика Фанвизина, у которого митрофанушка говорила, какая дверь у нас существительная, какая-то прилагательная. Извините, правозащитник – это прилагательная, а не существительная. Потому что в какой-то момент было очень модно называть себя правозащитником, в какой-то момент стало очень модно ругать других, называя правозащитниками. Это всегда какая-то работа. Либо это журналист-правозащитник, который пишет, публикует, неважно, в самоиздате, в каких-то печатных изданиях в интернете. Галина Ковальская, Анна Политковская – журналисты-правозащитники. Это может быть, извините, чиновник-правозащитник. В старое время у нас ведь и депутаты были правозащитники. Сергей Адамович Ковалев в Государственной Думе кем был? Они уже пришли все-таки из этой деятельности. Олег Петрович Орлов, который помощник Сергея Адамовича Ковалева. Это попытка законотворчества, попытка через парламент, через другие структуры проводить сюжеты, связанные с правами человека. Это адвокат-правозащитник Станислав Мартлелов. Это всегда какая-то деятельность. И с одесского времени адвокаты замечательные. Нет такого удостоверения. Я правозащитник, мне можно? Я вообще со стажем, с удостоверением ветерану Куликовской битвы. Кто сейчас, например, мониторит процесс нового величия? Несколько очень уважаемых мною людей, которые не имеют диплома и удостоверения. Я же ровно про это и говорю. Это все-таки склад души, интеллекта, характера, а не отдельная профессия. Я ровно это и спросил. Это не каста, это не профессия, это не повешенный на стену диплом. И слава богу, что этим могут заниматься самые разные люди, если они захотят. Достаточно сделать шаг. Вы упомянули в качестве правозащитников, пошедших в политику, и Сергея Адамовича, я могу добавить, и Льва Александровича Пономарева, и того же Бахмина, и Якунина Глеба, и того же, между прочим, Бориса Немцова, который тоже начинал с такой деятельности экологически-правозащитной. У вас были когда-то, так сказать, виды на такое политическое будущее? Знаете, как-то даже не задумывался. Генералов у нас хватает. А я... Да вы, кто по званию? Я солдат. Я в поле, у меня свой окоп, свой сектор. Вот вы себя назвали таким солдатом в окопах, на передовой. А когда было такое, вот настоящее такое, ваше боевое крещение? Ой, слушайте, я прежде всего комический персонаж. Так, и что дальше? И рассказывать про такого рода боевое крещение, если я начну, то это будет какой-нибудь смешной эпизод. Правильно, в духе кашек, пожалуйста. 91-й год, Нагорный Карабах, совсем недавно в селах Деташен, Мартунашен прошла зачистка, так называемая операция «Кольцо» в мае 91-го. А летом точно так же советские внутренние войска блокировали Шаумяновский район. И стало ясно, что здесь тоже, скорее всего, будут этот район, даже не относящийся формально к Нагорному Карабаху, но с армянским населением, что его будут зачищать, приводя реальность к нормативу. Раз он не армянский, то, наверное, здесь не будет армян и армянских сепаратистов. И вдруг там оказывается депутат тогдашний российский Анатолий Фимович Шаббат, который машет руку. Когда я здесь, а тогда еще до 93-го года не научились по депутатам по парламенту стрелять, как-то возникла пауза. Мы с моим коллегой Яном Рачинским туда отправились, забросились, посмотреть на месте, а что там происходит реально. Ну и депутаты туда какие-то подтянулись, от Моссовета до Верховного Совета Союза. И в этих походах по местам выяснения судьбы и русского, кстати, населения, там русское село было, русские Борисы, в какой-то момент мы не очень хорошо смотрели, куда идем, мы забрели вчетвером под пулеметный огонь. И, в общем, в течение дня под этим пулеметным огнем находились, закапываясь, как могли, в землю. Смешно это потому, что ни одного из наших дураков не задело, что все вышли. Слава Богу, и вообще-то это не наше дело попадать в историю, это быть не объектом, а объективом. Все-таки любое попадание в историю, это чрезвычайное происшествие, но все живы, все нормально. Потом часто попадали в историю? В той же Чечне, где вы провели много времени, и в Первую войну, и во Вторую? Да, значит, долго мы жили и в чеченских селах, потому что, если ищешь пленных, то, наверное, их стоит искать там, где их держат. Ну и задерживали нас, как-то шамановские десантники задерживали, и как-то задерживал департамент госбезопасности Чеченской республики Е4. Но, понимаете, тогда в нашей компании был непокойный Андрей Николаевич Миронов, кстати, еще один человек из советских диссидентов, который участвовал в разных перестроечных, постперестроечных сюжетах. Ну вот, Андрей под обстрелом, а, надо сказать, тогда посадили нас под замок, забрали документы, и вдруг начался арт-налет. И, как выяснилось, Андрей под обстрелом любит говорить и говорить о том, как правильно вести себя под обстрелом. Нет, нас не затронуло почему-то, когда мы оттуда вышли, вокруг там много чего было поломано и горело. Потом пришлось искать по окрестным подвалам особый отдел департамента госбезопасности, который попрятался, чтобы свои документы получить и пропускать. Но, в итоге, тогда мы отработали свое в Грозном. У нас была задача, потому что до этого федеральное какое-то спецподразделение захватило 9-ю городскую больницу. Захват начинался с Басаева «Знаешь, будешь у нас живым щитом». Мы тогда сумели отработать этот сюжет, собрать информацию о том, как это было и что это было, и о других эпизодах использования живого щита. Тогда ни с кем ничего не случилось. А вот Андрею в итоге прилетело в Славянске в 2014 году весной. Ну, почему ведь сколько там, сколько прошло месяц, чуть больше, с декабря прошлого года, когда 25-летие Крещенской войны, и вышел замечательный выпуск новой газеты, посвященный весь тем событиям, в том числе и ваш там такой, так сказать, очерк, статья, не знаю, как правильно это назвать. Интервью, я бы его подрихтовал, но... Тем не менее, там звучит главная мысль, что вы в той войне, вот ваша миссия, подменили собой государство. Действительно, потому что, и это звучит совершенно просто шокирующе, что не велся до определенного времени, не велся никакой учет убитых и пропавших. Так, учет велся, но он велся не должным образом, не было единой системы учета, она была раздроблена по ведомствам, и те структуры, которые должны были это делать, ну, либо не могли, либо не хотели, либо забыли, как это делается. У нас был опыт, например, по погибшим ведения базы по 93-м году в Москве, и ровно такую же базу данных мы пытались использовать для ведения базы по пленным, потому что так уж получилось, что первый список пленных привез Сергей Адамович Ковалев из Грозного в январе 95-го года. Дальше, в какой-то момент выяснилось, что наша база, она может быть полезна федералам, дальше были переговоры по Дегиду и ОБСЕ, и мы, как-то, ввязавшись в этот процесс, старались ввести эти базы до самого конца, ну, и там мы, по крайней мере, знаем поименно 4379 погибших по всем силовым структурам, более 1200... За первую, за весь период Первой войны. За весь период Первой войны. И пропавшими безвести пленными, исписанными на самовольное оставление части, там было более 1200 человек. Мы эту работу закончили, в общем, в 97-м году, когда все эти данные опубликовали, передали, разослали, по-моему, всем областным военкоматам, передали тем структурам, которые должны были вести эту работу. К тому моменту вовсю работала, например, 124-я специальная медицинская лаборатория Владимир Владимирович Рыбаков, там занимался идентификацией тел. К тому моменту уже не как военный, а как журналист, скорее, работал Вячеслав Яковлевич Измайлов, который... Да, замечательный майор Измайлов. Вытащил, потом по его материалам вытащили еще много десятков человек. Но в целом мы эту ситуацию проиграли, потому что в конце Первой Чеченской можно было бы найти и освободить многих живых, а этим, в общем, тогда решили не заниматься. Там еще вам приводится эпизод, вернее, безымянный персонаж, вы не вспомнили его фамилию, военный офицер, с которого как бы все тоже он дал импульс к учету погибших, который сопровождал... Извините, это в главкомате внутренних войск с Первой Чечни пошел сплошной учет с достаточно быстрой публикацией списков погибших по МВД и внутренним войскам МВД. Просто человек оказался в вертолете, в котором везли двухсотых погибших. А вертолет мотает, тела шевелятся. Говорят, что он вышел за этого вертолета слегка посидевший. И между войнами он списался с семьями всех погибших по МВД и внутренним войскам. И, в общем, в этом ведомстве был налажен такой учет, который должен быть. Ну, просто офицер, выполнявший свой долг, а не отбывавший командировку. И как все-таки может много один человек, правда? Ну, как Щербаков. Один человек, для которого чуть ли не религиозным долгом казалось, чтобы каждый его нашли, каждого идентифицировали. А Щербакова потом отстранили от всего этого дела? Щербакова отправили в отставку, когда у него вышел срок, когда ему на пенсию можно было отправить. К сожалению, у нас с успешными делами, с успешными структурами так случается, что их потом стараются перехватить. Но то, что он наладил, то, что он сделал, сейчас ведь используется. Конечно, все это теперь засекречено, но из Донбасса и из Сирии, я так подозреваю, что тоже через 124-ю лабораторию. Или через то, что на ее базе теперь существует, в Ростове проходит. Но факт тот, что человек, работающий в государственных структурах, он не обязательно монстр, хлопорщик и так далее. Это было бы странно. Важно находить там партнеров, людей, для которых долг порой важнее, чем карьера. Давайте все-таки вернемся к вашей биографии. Скажите мне, какую роль в вашей жизни сыграла Чечня? Вот так вот можем мы сформулировать? Что, то, что происходило в ней, то, что вы видели во время войн, после уже войн? Что, собственно, вас заставило какие-то вещи переоценить, что-то переосмыслить и прочее? Ой, знаете, я, в общем, московский человек, но у меня половина жизни связана с Кавказом, с Чечнёй. Про Чечню и про чеченцев я узнал, прежде всего, от Арсения Борисовича Ролинского, который с чеченцами сидел. Так уж получилось, что этот историк, интеллигент, ученик Лотмана, владеря общего режима в Республике Коми, оказался в компании чеченцев и ингушей. И Ролинский мне и тогда, потом много рассказывал о обычаях, о поведении и так далее. Народа, с которым я до того не сталкивался. И что было самым существенным в его рассказах, что подтвердилось? Вот так вот, скажем, уже на вашем собственном месте. Да всё подтвердилось. Относительно того, как нужно себя вести. Ну, собственно, с этого началось, а дальше уже собственный опыт общения, жизни какое-то время и в Грозном, и в сёлах, дружбы, сотрудничество. Но, понимаете, главное, что горы, Кавказ в частности, это сложно. Вот мы живём здесь на плоской равнине, где всё одинаково. Казалось бы, поехал к Визанину. Многие народы живут в горах. Ну, что ж тебе? Горные системы расселения, они у нас диктуют разбиение на много общин со своими обычаями. В разных этих общинах, религиозными, национальными. И с особой системой права. Если вы будете сравнивать шотландских горцев, кланы шотландских горцев и чеченцев горцев. Не будем, значит, мы далеко очень заболеваем. В общем, относитесь к этому, к далёкому и чужому, как к чему-то сложному. Любите это. Пытайтесь понять, и тогда, может быть, что-то получится. А это далёкое и чужое, нас, условно говоря, я имею в виду равнинную Россию, любят. Всё-таки чеченцы же дольше всех их покоряли, да, русские войска? Дольше всех. И это обосновывается предшествующей чеченской историей. Бесспорно. Знаете, чеченцы уважают достойных людей, достойных противников тоже. Даже есть традиция называть мальчиков именами достойных противников. Очень много, если мы посмотрим в 20 век, есть людей с именами Герман, с отчествами Германович. Это последствия Германской войны. Что вы говорите, как интересно? Есть имя Япон. Серьёзно? И отчество Японцевич на русско-японской войне воевали. Есть мужские имена и фамилии, пошедшие... Но Ермолов там нету, я думаю. Ермолов нет, но от других генералов кавказских войн. Ермолаев, вернее. От генерала Слепцова. Слепцовск это в честь него, да? Нет, нет. Как называли казачьи станицы, это Аллах с ним. Но то, что достойных... Аллах даже прием с ним. Бог с ним. То, что достойных противников чеченцы уважают, это известно. И, во-вторых, уважайте людей, пытайтесь их понять. И вы сможете понять, как с ними жить, договариваться в конце концов. Потому что географию мы не поменяем. Люди, конечно, меняются. И многие обычаи уходят в прошлое. Традиционная горская община в взаимодействии с плоскостью, с империей, всегда видоизменяется и многое утрачивает. Но многое осталось. К сожалению, многое, наверное, утрачено безвозвратно. Скажи мне конкретно такую вещь. Был вариант поиска и нахождения общего языка и компромисса? Сперва с Дудаевым, потом с Масхадовым. Сформулируйте, не рассекаясь. Безусловно, такая возможность была. И более того, первая Чеченская война, это искусственно сконструированный конфликт. Не из-за денег, не из-за нефти, а из-за внутрироссийской, внутриполитической потребности. И начался этот процесс в декабре 1993 года, когда после провода на выборах в Государственную Думу политтехнологи, которые еще не называли себя... Которые, в свою очередь, были следствием. Да, разумеется, лучшая книга о октябре 1993 года называется «Поражение цели». Действительно, цель не была достигнута. На выборах победители проиграли. И возникла идея перехвата электората путем перехвата повестки. Вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. И что можно сделать? Великли из-под сукна, положенный туда месяцем ранее, 16 ноября 1993 года, так называемый план Шахрая, план переговоров на фоне силового давления, который за год привел к войне. До этого Чечня всех устраивала. О правах человека заговорили уже потом, чтобы оправдать войну. Но это было очень важное место не только для тех, кто гнал через Чечню нефть, якобы платил там налоги, тем сильно экономил. Не только для тех, кто фальшивую авиза в аферах своих использовал, а деньги от них осаживались отнюдь не в грозном прежде всего. Это же в Москве нужно было обналичивать. Это было важное для российских силовиков место, этот офшор. Не только Басаев, который был, если угодно, тогдашним Вагнером, но и как операционная база при поставках оружия в страны Третьего мира. Вагнером имею в виду не композитора, а ЧВК. Вагнер не композитор, да. Вагнер, который не композитор. Про него писал Всеволод Емелин. Так вот, дело в том, что операционной базой Виктора Бута, который гнал оружие в страны Третьего мира, был и Грозный Северный, и Калиновская. И теперь становится ясно, что оружие, которое якобы просто так было оставлено и разворовано в Чечне в 1992 году, видимо, далеко не все было разворовано. Это была легенда для обеспечения поставок оружия в страны Третьего мира, не только в зоны постсоветских конфликтов. Чечня всех устраивала. И кто первый в октябре 1993 года поздравил Бориса Ельцина с победой над парламентом, это был Джохар Дудаев. Но тут, в декабре 1993, вдруг Чечня понадобилась в другом качестве. — Завершая разговор о Чечне, я все-таки не могу вам, как такому знатоку Чечни, вопрос задать уже такой футурологический, что ли. Потому что то, что мы видим сегодня, что происходит в Чечне, мы это все видим, мы это знаем. Будущее, ведь наступит будущее, в котором не будет уже по просто известным биологическим причинам ни Путина, ни Рамзана Кадырова. Вот будущее Чечни, оно продолжит этот вектор выхода из России? Или наоборот, она в Россию как-то вернется, хотя бы в том смысле, что в ней будут действовать те же самые законы и те же самые порядки? — Я очень боюсь, что вся та месть, вся та память, которая накоплена за эти десятилетия, она никуда не денется. — То есть прогноз ваш, в общем, пенсионистический? — Я очень не хотел бы этого не видеть. Нет, почему? Я очень не хотел бы это видеть, но я даже очень не хотел бы даже говорить о таком развитии событий. А с другой стороны, смотрите, Чечня действительно интегрируется в том смысле, что и дорожная сеть такая, и Рамзан Кадыров хочет в грозную высокоскоростную магистраль, чтобы провели. А с другой стороны, в правовом плане является Чечня частью территории России. Спросите у Следственного комитета или у Генеральной прокуратуры, вот у нынешнего Генерального прокурора Краснова, как легко ли было провести допросы в Чечне по делу об убийстве Бориса Немцова? — Очень легко, как приехали, так и уехали. — Понимаете, у России с Кавказом отношения не складываются уже больше 400 лет. Ведь если мы возьмем разные истории отношений плоскости с горами, то мы видим и швейцарского гвардейца, который вместе с мушлетерами участвует в осаде Ла Рошели, и Кентин Дорварда, который при дворе короля Людовика, и мушлетеры, и гвардейцы. Это, по сути дела, горцы, которых наняли в спецназ, королевские кардинары. — И в России то же самое было. Были все эти генералы осетины и все прочие. — Там это существенно более долгая традиция, заканчивающаяся шотландской династией на престоле в Лондоне, или не заканчивающаяся, но имеющаяся такой участок. У нас смутное время прервало развитие этих отношений гор и плоскости, и дальше все вернулось к Кавказской войной. И те периоды, иногда долгие периоды, когда можно было бы многое сделать для сосуществования и взаимопонимания горы плоскости, включая чеченцев, это и послереволюционные годы, когда появилась новая советская чеченская интеллигенция, а потом под нож в годы террора. И 30 лет после возвращения чеченцев из ссылки, когда в значительной степени искусственно сдерживался этот процесс взаимодействия и взаимоинтеграции, мы очень много потеряли в прошлом, и чтобы понять, что делать теперь, нужно и эти периоды рассмотреть и проанализировать. — Конечно, конечно. Не будем, правда, забывать, что у нас горец был у власти над всей империей в течение 30 лет, но тему эту давайте закроем и вернемся в Москву. Вернемся в Москву и вернемся к проблемам и к ситуации, собственно, с мемориалом. Ну что же, теперь получается, что правозащитники снова превратились в диссидентов, как в советское время? — Знаете, мы скорее откатились к ситуации конца 80-х, когда история снова стала политикой или чуть не главной составляющей политики. Только вектор движения другой. И давайте все-таки понимать, что сейчас у нас гораздо больше возможностей, чем у наших предшественников. А с другой стороны, у нас гораздо меньше возможностей быть услышанными. Потому что одно дело звенящая пустота, в которой было слышно каждое слово. А другое дело белый шум, в котором кричи никто тебя не услышит. Когда тебя встречают многократным эхом, когда научились имитировать все, что угодно, ну да, сложно. А с другой стороны, действуем в предлагаемых обстоятельствах. — Скажите мне, когда у мемориала начались проблемы? Это же не вчера началось. — Ну, давайте не проблемы мемориала, а проблемы российских неправительственных организаций. — Ну, естественно. — Они начались практически... Возьмем 2001 год, когда попытка организовать гражданский форум, когда Сурков приходил к неправительственным организациям разным. Это же на самом деле была попытка Суркова, Павловского учинить корпорацию гражданского общества с представительством гражданского общества, с которым власти как-то говорят. Тогда это удалось купировать. В конце концов, не может быть единого представительства от кролиководов и собирателей марок. И, как все занимаются историей, это разные сюжеты. Для представительства у нас есть парламент. Должен быть парламент, должны быть выборы. Здесь другая история. Ладно. Тогда это откатилось. Снова прикатилось в 5-6 годах, когда эхо Майдана... — Оранжевая революция. — Да. Когда, потерпев поражение в попытке вмешаться в выборы на территории соседней страны, те же самые политтехнологии заявили, что на самом деле это другая страна вмешивалась. Но мы теперь берем новый подряд на предотвращение и повторение этого на территории России. И надо бороться с влиянием на выборы неправительственных организаций. 5-6 год существенного ужесточения законодательства в плане отчетности. Отчетность появилась такая, что ее просто не могут переварить те органы, которые эту отчетность получают. Но ничего, на сотни тысяч сократили число зарегистрированных ассоциаций, попытались задушить, кто-то выжил. Следующий раунд после зимы 2011-2012 года законодательства об иностранных агентах, которые, по сути дела, запрещают любую независимую общественную деятельность. На нас суммарно накатали 14 доносов, по которым составили в Роскомнадзоре 28 протоколов на организации их руководителей. Яна Збиганча Рочинского и меня. Мы ходили в суды, еще не все суды в первой инстанции прошли, но уже начались суды во второй инстанции апелляционной в Мосгорсуде. Нам светит не менее 5 миллионов 700 тысяч рублей штрафа. Почему светит? Еще разве не выписаны какие-то штрафы? Пока выписали 4 миллиона 700 тысяч. Не все протоколы рассмотрены. И засилили, то есть оставили в законной силе только 700 тысяч. Нам ходить не приходить в суды еще. Но если посмотреть на кампанию по сбору средств, то уже больше 4 миллионов рублей собрали. Да, у нас последние 7-8 лет это сплошное шитье лоскутного одеяла, потому что одни источники вышибаются с законом о нежелательных организациях. Например, ищем новое. Но как-то выживаем в этой аварийной ситуации. В прошлой жизни, когда занимался сюжетами, связанными с авариями на ядерных реакторах, было такое понятие управления аварией. Ну да, мы живем в ситуации управляемой аварией. Хорошо сказано. Действительно. А вот мемориал. Все-таки действительно не политическая организация. Есть ли тут какой-то такой момент, что может быть вы как будто Путину наступили когда-то на какую-то любимую мозоль? Что случилось? Ведь поведение Путина тоже ведь очень противоречивое. Приезжал к Алексеевой, поздравлял ее, кланялся ей в пояс. Потом оказалось, что коллекцию кжели покойной Алексеевой вынуждены были распродавать для того, чтобы разбираться со всеми этими штрафами и так далее. Что это за такая иезуитская линия? Ну давайте все-таки от иезуитской линии перейдем к мировосприятию. Человека, который из разряда такие бывшими не бывают. Во-первых, вот это, кто платит, кто заказывает музыку, это искреннее убеждение, что не бывает какой-то искренней независимой общественной деятельности. И что те, кто не нами завербованы, те завербованы кем-то другим. Ну есть такое убеждение. Раз. Два. Есть другое искреннее убеждение, что не нужны независимые каналы обратной связи. Заметьте, я никакие коррупционные и заговорные версии здесь не озвучиваю. А просто вот есть мировосприятие, что не нужны независимые контуры обратной связи, что спецслужбы способны обеспечить каналы поступления независимой информации, которых достаточно для руководства государством. Что не нужно публикации в СМИ, не нужно парламентских расследований, что это скорее вредит, а объективная информация поступает по каким-то оперативным каналам. Знаете, Арсений Борисович Родинский отмечал, что, например, оперативных донесений НКВД о настроениях в обществе, у них независимости хватило лет на 10. А дальше стали сообщать то, что угодно начальству. Хотел услышать, да, начальству. В нацистской Германии примерно на столько же времени. Спецслужбы, они столь же подвержены политике в худшем смысле этого слова. И ровно с этого рубежа, извините, и начинается распад системы, видимо. Ну, может быть. В условиях же, когда нету парламентской системы, есть ее имитация. Когда нету системы политических партий, есть ее имитация. Когда нет независимых медиа, почти нет, а есть имитация этой независимости, вроде ток-шоу на центральных каналах, неправительственная организация остается едва ли не последним таким контуром обратной связи. И, собственно, эта обратная связь и запрещается. Ты можешь помогать кому-то, но ты при этом должен молчать. Ты можешь получать иностранные деньги, но ты должен молча заниматься своим делом. Но невозможно выполнить свою функцию, только кому-то помогая. Простейшая ситуация. Допустим, кто-то переводит старушек через переход. Это можно делать в личном качестве, но если старушек в каком-то месте приходится переводить особенно много, там, наверное, стоило бы поставить светофор, нарисовать зебру, знак установить. То, что невозможно делать в личном качестве, чем должна заниматься власть, пусть местная. Стало быть, роль неправительственных организаций не только в непосредственной помощи, но в выявлении устных мест, которые невозможно расширить без участия государства. Это очень важно. Будь то система палеотивной помощи, или будь то система профилактического учета ваххабитов в Дагестане, которая стала огромной имитацией работы, скорее воспроизводящей подполье, чем помогающей с ним бороться. Поэтому попытка заткнуть рот, она контрпродуктивна. А система без обратных связей, ну, извините, когда некоторые товарищи в Чернобыле отключили сигнал аварийной защиты, вывезли из активной зоны регулирующей стержни, а там был лимит, сколько стержней нужно было оставлять в активной зоне. Когда отключили сигнал аварийной защиты по колебанию уровня воды в барабанных сепараторах и много чего еще, они хотели хорошего, они хотели провести эксперимент. В итоге рвануло. И виноват дядя, виноваты разработчики. Они те, кто отключил системы обратной связи. Когда теперь у нас, по сути дела, вывинчивают или разбивают красные лампочки на пульте управления, чтобы все казалось хорошо, все казалось нормально. Мы идем к светлому будущему. Зачем нам эти тревожащие сигналы? Тревожащие сигналы предупреждают о действительно тревожных тенденциях. Там, где удается, где удавалось сотрудничать с государством, там даже в последние годы, когда было тяжеловато, мы добивались макроскопических результатов. То же самое прекращение административного буйства с профилактическим учетом в Дагестане. Через судебные процессы мы чего-то добились. Не только мы, но это важно. Это важно для стабильности, потому что права человека и безопасность – это не противоположные вещи. Не может быть стабильности, основанной на нарушении прав человека. Рано и поздно рванет. Или в Ингушетии при Юнусбеке и в Курве более чем на два порядка снизилась активность террористического подполья. В частности, потому что там применялась вполне себе активная политика по отношению к подполью. Была комиссия по адаптации боевиков. Была возможность выводить людей из леса, из гор, не совершившихся тяжкие преступления. И тем самым снижать ресурс подполья. Там были легализованы, по-моему, примерно 70 салафитских приходов. И тем самым… Сел на любимого конька. И тем самым они перестали быть таким источником пополнения подполья. Там мы до какого-то момента вполне эффективно сотрудничали с республиканской властью. Но потому, что мы были тем самым эффективным контуром обратной связи. Я понимаю. Хорошо. Давайте теперь от частного к общему в финале нашего разговора. Вы Чернобыль несколько раз приводили в пример. До эфира вы мне рассказали, что у вас был диплом. Чернобыль, поэтому… Это громко сказано. Но я хочу вот уже в такой, так сказать, ваш метафорический образ используя, поставить финальный вопрос таким образом. Удастся Чернобыля избежать? Понимаете, очень многое в катастрофических событиях 20 века определялось не личной волей правителя, а, казалось бы, второстепенными сюжетами. Например, в Большом терроре, в самом, пожалуй, кровавом эпизоде Большого террора, в Кулацкой операции по приказу 204-47 первоначально планировалось расстрелять менее 80 тысяч человек. Но система без обратных связей была устроена так, что начавшиеся соревнования релионов увеличила эту цифру в пять раз. Система депортации народов в 43-44 годах была в итоге признана неэффективной и контрпродуктивной, и поэтому после этого сплошных карательных депортаций не было. Но это коснулось более чем миллиона людей. Я очень боюсь, что система, в которой подобного рода обратные связи ликвидированы, обречена на те или иные катастрофические события. Точно так же система, основанная на имитации, она неустойчива, и в критические моменты возникают проблемы там, где, казалось бы, все хорошо и все зачищено. Вот такой характерный момент. В массовых волнениях прошлого года, например, в Екатеринбурге, когда волнения были из-за строительства храма в центре города, кого звали люди? Районного руководителя? Да нет он, в общем, никто. У Городского, который после упразднения прямых выборов мэра города тоже никого не представлял, они звали губернатора, которого легитимность от Путина. Прорыв, провал вот этой средней части, среднего звена управления, разрыв легитимности здесь, это тоже отсутствие здесь реальных массовых общественных движений, отсутствие здесь живой политики, в условиях самого разного рода нештатных ситуаций, может обернуться тягчайшими последствиями. Будь то эпидемия, будь то это экологическая катастрофа, будь то это политическая дурь. Мои друзья, работающие в самых разных сюжетах, они, по сути дела, разряжают эти бомбы замедленного действия. Будь то Ира Бирюкова, которая способствует осуждению пытающих в зонах зэков, сотрудников ФСИН, они, по сути дела, работают на предотвращение тюремных бунтов. И кого ни возьми, они все работают на предотвращение катастрофы. Нам мешают это делать. Я не буду говорить о худшем, оно и без нас свершится. Я хотел бы, чтобы в этой истории был бы не то, чтобы счастливый конец, а те светлые моменты, когда не только бесконечный подсчет пытанных, убитых, исчезнувших, но и какие-то позитивные результаты, о которых можно будет вспомнить, чтобы это тоже оставалось. Чтобы Чернобыля не случилось. Ну, Чернобыль нужно предотвращать по частям. Когда он случается, уже поздновато. Замечательно. Хотя и ничего замечательного. Ну, вот, Саш, разговариваем, разговариваем, книжка лежит на столе. Что за книжка? До сих пор ничего об этом я не спросил, вы не сказали. Ну, это на самом деле результат большой коллективной работы многих людей. Кого-то из них сейчас нет. Например, Наташа Истемирова много работала с пропавшим медвестием. И книжка ей посвящена, ее памяти, да? Стас Маркелов работал по делу об исчезновении Зелимхана Мурдалова. Но это тема последующей работы, последующих выпусков. У нас есть такая вполне современная вещь, как насильственное исчезновение людей на Северном Кавказе. Когда подозреваемых в причастности к подполью не арестовывают, не судят, а они исчезли. Чьи-то тела находили, изуродованные останутли, находили, взорванные останутли. А большинство исчезли вообще. Тысячи человек, от трех до пяти тысяч. На это количество сколько у нас есть возбужденных, доведенных до суда уголовных дел в России? Четыре. Ничего себе! 99,9% безнаказанности. То есть одно дело, как раз то, которое было доведено до суда усилиями Истемировой, Политковским, Маркелова. Одно, когда двоюродный племянник Ахмада Кадырова исчез и уже, если угодно, с административным ресурсом удалось довести до суда дело и был осужден военный. И два дела против кадыровцев в 2006-2007 годах. Безнаказанность 99,9%. В Страсбурге число рассмотренных дел приближается к трем сотням. Ну вот, между прочим, Страсбург активно работает по этим делам. Активно, но долго. И это позволяет нам говорить о том, что это распространенная систематическая практика, которая, согласно Конвенции ООН о насильственных исчезновениях 2006 года, есть преступление против человечности со всеми вытекающими последствиями, включая отсутствие срока давности. В России уголовные дела по исчезновениям прекращают, дела по 126 статье, поскольку срок давности истекает. Почему это важно? Если кого-то убили, кто-то погиб, его похоронили, оплакали и все. А представьте себе родственников парня, которого увели, и он исчез. Мать каждый вечер застилает его кровать, думая, что вдруг он появится. Представьте себе других родственников. Скажем, в 2004 году, в августе, взлетел в Москве самолет, управляющийся в Волгоград. И на Тульской области он был взорван. Его взорвала сестра парня, которого исчезли в Веденском районе Чечни в 2001 году. Причем к его исчезновению, по словам свидетелей, был причастен Игорь Иванович Стрелков. Широков, всем нам известный, в то время занимавшийся именно этим в Чечне. Другая ее сестра была среди террористов в Беслане. Собственно, воспроизводство террористического подполья происходило в значительной степени именно потому, что создавалась мобилизационная база. Мобилизационная база создавалась вот такой террористической практикой. И на том, простом, человеческом уровне. Да. Здесь роль Страсбурга трудно переоценить, потому что он дает, может быть, протез, париатив справедливости. Но если какое-то дело рассмотрено в Страсбурге, то уже родственникам может показаться, что справедливость установлена. Справедливость, на самом деле, с точки зрения Страсбурга, в том, чтобы потом здесь, на родине, возобновили уголовное дело, нашли причастных и так далее. Этого нет. Но хотя бы списки, хотя бы всех поименно назвать, это тоже способ урегулирования примирения, если угодно. Это тоже наш долг. И это тоже какая-то форма восстановления справедливости. Кто там среди этих исчезнувших? Начало марта 2000 года. Человек с фамилией и имени-отчеством Байсаев Шахид Радуевич. Эти фамилии и имени-отчества могли бы вызвать подозрения каких-нибудь наших силовиков, особенно нервных. А в это время две группы подмосковных ОМОНовцев, не поняв, кто это такие, перестреляли друг друга на въезде в Грозный. У поста в селе Подгорное, по-простому Собачевка, поняв, что это был дружественный огонь, они зачистили Собачевку, задержали около 50 человек. Один из них исчез, старик Байсаев, ему шестой десяток был. Его родственники искали. А потом его вдове из прокуратуры люди начали продавать, очевидно, из прокуратуры, откуда у них еще эти сведения, материалы из уголовного дела. В том числе видеокассету, на которой видно, как его ведут куда-то. Нашли место, где он лежит. Исследователь Леушин с Урала договорился с вдовой, что вот завтра эксгумация, с соблюдением уголовно-профессионального кодекса. На следующее утро к ней приходят, к вдове думают, ехать куда надо. Нет, оказывается, Леушина вместе с машиной и с уголовным делом взорвали. Кто? Не те ли, кто продавал материалы из дела? Не знаю. А потом на родине следователя Леушина мемориальную доску открыли ему. Сослуживцы в прокуратуре открывали. Проливали слезу, как вместе под пулями ходили. Вот, извините, это единственная история, где есть наш соплеменник в положительном контексте. Хорошие русли. А в остальном, если мы говорим о наших отношениях с чеченцами, это же не будет забыто. И хотя бы вот так, хотя бы всех вспомнить. Найти тела, похоронить. Так, чтобы было куда пойти и поклониться. Конечно, конечно, это немаловажно. Я вас понял, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был правозащитник Александр Черкасов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. Субтитры подогнал «Симон»